Люди, расскажите о самых странных выходках богатых детей. Я жил с парнями, и я был единственным, чьи родители не были миллионерами, даже не близко. Они никогда не убирались. Примерно раз в месяц я делал генеральную уборку квартиры, но через два дня на полу снова был мусор и еда. Однажды мать одного из них пришла к нам в дом, чтобы накричать на меня, потому что они сказали ей, что это я создал здесь такой ужасный бардак. Менеджер по консалтингу, с которым я работал, был буквально Скруджем Макдаком. Даже выглядел как он. Он был выпускником Гарварда, а его отец был руководителем огромной консалтинговой фирмы. Умный, но невероятно легкомысленный и очень старающийся быть обычным парнем. Однажды утром он пришел на работу и спросил одного из своих стажеров, получил ли он деньги на этой неделе, потому что он буквально не видел изменений в своем банковском счете. Не такая захватывающая история, как у остальных здесь. Я ходил в частную школу в развивающейся стране, поэтому многие мои одноклассники были из элиты. Всякий раз, когда мы плавали в школьном бассейне, один из наших друзей всегда замечал, что плавать веселее, если в бассейне есть течение и волны. Я понятия не имел, о чем он говорит, и вообще думал, что он просто выражается образно. Однажды он пригласил меня в свой дом, чтобы поплавать. И у него был 50-футовый крытый бассейн, который генерировал течение и волны. Он не лгал, это намного веселее. У меня в университете была подруга, чьи родители, как оказалось, владели несколькими чайными плантациями. В тот момент я понятия не имел, что она богата. И однажды утром она подвозила меня на работу. Ее телефон включился, и она сказала, «О, прочитай, пожалуйста, это сообщение для меня». Все было по-немецки, за исключением одного. Там были символы 1400 евро. Я прочитал этот номер и сказал, что не могу прочитать остальное. И она сказала, «О, здорово, мама перевела мне деньги». Я был в шоке, типа, «Что это за количество? Вы вообще нормальные?» «Да», сказала она, «У меня закончилась одежда». И мама прислала мне немного денег, чтобы купить новую на этих выходных. Я сказал, «Чего? Ты реально израсходовала одежду или что?» Она ответила, «Я не знаю, как работает стиральная машина, поэтому я отправила свою одежду обратно в Германию. Теперь мне нечего надеть». Я был так шокирован, что весь остальной путь сидел в тишине. Она просто добавила, «Я имею в виду, что 1400 евро – это всего лишь 4 пары джинсов. Но в следующем месяце я планирую обновить весь гардероб. На сегодняшний день я до сих пор не нашел такую пару джинсов, которые мне понравились бы достаточно, чтобы потратить на них 350 фунтов. Я очень много думаю об этом. Я отдалился от своей подруги после этого. Она была одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо встречал. Таких добрых и щедрых. Но мне стало чертовски стыдно из-за собственной бедности, которая была перед ней позором». Я знал девушку из трастового фонда, чей отец дал ей деньги, чтобы основать компанию. Она потеряла их, когда уехала в отпуск на 6 месяцев. И забыла, что должна постоянно платить зарплату своим работникам. Она предполагала, что они останутся на своей работе, когда он вернется из отпуска, даже не получая зарплаты 6 месяцев. Я спрашивал ее об этом в течение нескольких минут. И было ясно, что она понятия не имела, что вообще такое работа. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. На мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Загуглите скандал об обмане в средней школе Корона Дель Мар. Это произошло там, где я учился. Родители заплатили около 50 тысяч долларов за то, что хакеры взломали школьную систему и поменяли оценки учеников. А когда обман всплыл, все они наняли хороших адвокатов. И дети вышли сухими из воды и попали в три лучших колледжа страны. Изменено. Я также хотел бы добавить, что суть новости в том, что все родители скулили, что их дети невинны. Им просто попался плохой репетитор. Я учился в классе, где была девушка, что приезжала на занятия всегда на разных автомобилях. Однажды на уроке, когда учитель раздавал документы, что нужно было подписать нашим родителям, она подписала их сама и попыталась вернуть его сразу же после этого. Но учитель взбесился и ничего не принял. Она была из тех детей, которые говорят про тебя гадости, вызывают на драки, а затем оборачиваются и говорят «Если ты дотронешься до меня, мой папа тебя засудит». Таких случаев намного больше, чем вам кажется. Я знал одного парня в старшей школе. Давайте назовем его Билл. Но у папы Билла был обычным скучным адвокатом. Этот чувак всегда начинал драки и постоянно всех оскорблял. Всякий раз, когда кто-то начинал сопротивляться, Билл кричал об антисемитизме, потому что его бабушка была еврейкой. Хотя, насколько я помню, Билл и его семья на самом деле не были еврейской крови. Еще он угрожал, что его папа подаст в суд на ребенка, пытающегося уйти от драки. И вот однажды Билл попытался подраться с каким-то парнем и, как обычно, сказал «Мой папа тебя засудит, если ты меня ударишь». Я предполагаю, что паренек блефовал, потому что я помню, что услышал. «Хорошо, пусть он подаст в суд на меня, но это не спасет тебя от удара по заднице». Оказывается, Билл только и умел, что трепаться языком, и совершенно не знал, как реагировать на такое. Поэтому Билл получил по заднице. Билл и этот парень пришли в школу на следующей неделе, и Билл больше никогда не делал подобных вещей. Девушка, с которой я ходила в среднюю школу, получила Мерседес на 16-летие. Она рвала и метала из-за того, что ей подарили не Лексус, потому что ее звали Лекси. И она думала, что будет очень круто для Лекси ездить на Лексусе с нестандартным номерным знаком с надписью «Лекси». Ее родители действительно в убыток себе купили ей Лексус на ее 17-й день рождения. Моя соседка по комнате в колледже устроила ужасную истерику. Она даже кричала и плакала на полу, потому что ее родители подарили ей поддержанный грузовик с большим кузовом на ее выпускной. Это был грузовик 2013 года с пробегом менее 10 километров, который был полностью модернизирован, и в нем была куча классных новых возможностей. Мы закончили обучение в 2014 году. Позже ее парень подарил ей Range Rover 2009 года. Один парень из Саудовской Аравии в Великобритании попал в небольшую аварию. Бок его Мерседеса оказался чуть-чуть задет. Он позвонил одному из своих помощников, чтобы тот приехал за ним, хотя машина была все еще полностью управляемой и почти невредимой. Мой друг приехал по вызову второго водителя со своим эвакуатором и спросил парня из Саудовской Аравии, куда отбуксировать его Мерседес. Тот отдал ему ключи и сказал, «На, забирай, мне он больше не нужен». У меня была подруга, которая постоянно говорила, «Мне нравится, когда мой папа дает мне карманные. И если я прошу определенную сумму денег, мои родители всегда дают мне дополнительно 50 долларов». Затем эта девушка купила квартиру, хвастаясь этим на Фейсбуке. И гордясь тем, как в 23 года она смогла позволить себе дом в таком молодом возрасте и вообще живет сама по себе. Это все еще заставляет меня хотеть закопать ее лицом в землю с камнями. Девочка в моей школе была удивлена появлению ее родителей у дверей школы с новым BMW. Офигенным BMW. Все, кто был на улице, наблюдали за этим, когда она начала плакать. Сначала мы все подумали, что она очень счастлива, но потом она побежала обратно в школу. Наверное, они должны были приехать раньше. Я предполагаю, они дожидались большого количества студентов, чтобы все смогли увидеть ее удивление. Мне было так жалко ее родителей и особенно папу, потому что он выглядел совершенно опустошенным и расстроенным из-за этого. Типа в его глазах читалась фраза «Я создал монстра». Я знал семью, в которой было двое детей, которые учились в начальной школе. А я тогда учился в той же школе в классе постарше. Каждый день оба родителя выходили из дома и ехали по отдельности, чтобы забрать своих двоих детей домой. Я должен упомянуть, что каждый из них водил ламборджини. Один черного и один оранжевого цвета. Сначала я думал, что они просто хвастаются, но потом я понял, что обе машины были двухместными, так что это был единственный способ забрать двух детей. У меня была стипендия в частном колледже, где я получал среднее образование. Мы совсем не были бедными, но по сравнению с людьми, которые платили полную плату за обучение, я был крестьянином. Подавляющее большинство студентов были богатыми, и около половины из них были испорченными маленькими детками. Большинство детей получили автомобили на свой 17-й день рождения, когда уже сдали экзамены по вождению. У одного мальчика, в частности, в моей группе, был день рождения в сентябре, поэтому он был одним из первых, кто сдал тест. У него был огромный дом с садом, поэтому он уже знал, как водить машину. У нас можно водить машину в частной территории в любом возрасте. В тот день, когда он сдал экзамен, его отвезли обратно в школу на его сверкающей новой спортивной машине. Я не знаю, что это была за марка, не разбираюсь в автомобилях, но все остальные казались впечатленными его тачкой. Он взял прокатиться пару друзей, и не проехав 100 метров по прямой, он полностью разбил эту чертову машину. Его отец купил ему новую на следующий день, и тогда он расстроился, что у него не его любимый цвет. У меня был знакомый, который жил по соседству в общежитии университета в Гондурасе. Во время одного из праздников по поводу приезда новичка, он наклонился ко мне, чтобы спросить, знаю ли я, когда горничные придут заправить его постель и убраться в комнате. Я предполагаю, что его семья была очень обеспечена, чтобы делать такие вещи самостоятельно. И один семестр в университете открыл ему глаза на то, как вообще нужно заботиться о себе. В нашем классе был один богатый парнишка, которому буквально было противно покупать поддержанные вещи. Компьютерные комплектующие на ebay. Однажды во время разговора я упомянул, что купил на ebay модуль памяти для своего ПК. И он ответил мне, что у меня, наверное, нет никакого достоинства, если я покупаю поддержанные вещи, которые должен иметь сам. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!